шалом вы знаете два разных языка это два разных мировоззрения и при переводе многие вещи терять я вам сейчас расскажу анекдот он французский потому что из-за языка эту игру слов просто сделали из нее вот такую шутку что значит во франции одна еврейка приходит к своему раввину говорит ребят у меня проблема говорит какая проблема горит мой сын стал христианином я вот что не пыталась сделать ничего не помогает вот пошел он и стал христианином и рыбе отвечает дорогая мадам я очень близко понимаю всю вашу боль она отвечает ребе а в чем дело что значит эта фраза что ты очень близко понимаешь моя боль он говорит да 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 у меня тоже сын стал христианином что я не делал что не принимал как я не бился я не смог его вернуть обратно в лон иудаизма тогда женщина говорит тогда давай будем молиться они становятся на колени начинают молиться посреди синагоги открывается небеса и с небес сходит голос бог им отвечает я очень близко понимаю вашу боль мужчина с женщина с раввином переглядывается что это такое спрашивает бога господи а что это значит что ты очень близко понимаешь нашу боль бог говорит да у меня тоже сын стал христианином они снова посмотрели друг на друга и спрашивают бог ну и что ты сделал ты в этом случае бог отвечает ну что я сделал взял и написал новое завещание на французском новый завет это звучит как новое завещание вот такая история связи с переводами правда когда мне приходится я родился на украине приехал сюда изучил язык до сих пор когда мне задают вопрос 7 умножить значит шева кафуль арба я 7 перевожу на русский шева это 7 умножить кафуль умножить арба это 4 семерку умножаю на четверку на родном русском языке получаю 7 4 28 28 перевожу на иврит говорю я с рим вешмоны вот такая механика у меня крутится в голове люди вот как я выучил таблицу умножения на русском так и и знаю на русском быстрее чем израильтяне на калькуляторе так вот я сильно подозреваю что апостол павел когда ему пишут проблемы описывают проблемы что ты скажешь что делать он это все переводит на еврейский язык в еврейском мышлении он находит какие-то ответы решает эту задачу и потом записывает опять ответ переводит на греческий язык и пишет в письме так мы с вами получили новый завет у нас есть ответ из ответа мы можем узнать условия задачи ответ на что он решает но мы не можем с вами понять способа решения логику как он построил это как решил и давайте заглянем 1 коринфянам 13 глава 12 стих это глава любви там предпоследний стих звучит так теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно тогда же лицем к лицу теперь я знаю отчасти а тогда познаю подобно как я поздно кроме всего что мы это будем говорить я хотел спросить вот насчет вот этого вот тусклого стекла которая делает наше изображение гадательным вообще где она находится это аллегория притча сравнение откуда он его взял апостол павел который раф шауль откуда он его взял еще раз новом завете это нету подробного учения где его взять на самом деле это есть но это есть еврейских писаниях о тусклом стекле есть учение вот это тусклое стекло есть в талмуде на арамейском языке есть такое слово аспаклярия который обозначает скажем орган в теле или такая линза которая позволяет видеть в духовном мире теперь это линза она может быть тусклой или четкой задача человека ее все время очищать очищать от чего от страстей то есть если человек вот чего-то сильно хочет он будет молиться он не будет видеть ответа потому что вот это вот хотелка ему будет заслонять все видение он будет видеть то что он хочет видеть но для того чтобы видеть в духовном мире правильный реальный человек течение всей своей жизни должен очищать свое сердце очищать вот этот свой орган чтобы видеть духовный мир правильно реально и четко и пророки различаются друг от друга чистотой вот этой вот стекла аспаклярии например это учение но применяется для того чтобы объяснить чем отличаются обманщики от лжепророков до лжепророк это пророк который выдал ложное пророчество это не тот человек который врет напропалую чего-то там выдумывает нет он реально видит какое-то видение в духовном мире и он его рассказывает он сам в этом убежден это настоящее пророчество но из-за того что его зрение было немножко замутнено это пророчество не является истинным поэтому кстати пророков сначала вот как написано в новом завете надо сначала испытывать помните самуила называют один раз прозорливцем прозорливец это человек который пророчествует но знаете как евреи относятся ну давай мы его спросим получится вот из этого дела не пол найдем мы с лиц или не найдем и причем так он нам скажет пророчество а мы потом скажем будем мы ему доверять или нет у него нет еще статуса пророка мы не обязаны выполнять его пророчество что это как бы сказано от бога и было такой вот прозорливец это переходный статус от человека который пророчествует до человека который проверенный пророк вот было такое понятие прозорливец еще например помните король ахав и ассофат они собираются идти на войну перед ними пророчествует 400 пророков говорят да идите на войну и король ассофат говорит может быть здесь еще один есть какой-нибудь пророк господин чтобы его спросить вопрос почему и ассофату было недостаточно свидетельства 400 пророков ответ ответ такой что эти все 400 пророков говорили в один голос да там потом пошел человек к этому мифе он сказал все 400 пророков говорят в один голос так вот пророки не могут говорить в один голос если пророчество истинное каждый пророк видит ну свою часть пазеля они видят потом человек когда слышит эти пророчества он сравнивает как-то их соединяет они согласуются эти пророчества или не согласуются один может сказать то есть эти все пророчества не дополняет но не нету такого что-то необыкновенным знаете два еврея три мнения тут 400 человек и все говорят в один голос что-то в этом ненормально и вот это было заподозрено то есть что пророчества не бывают одинаковыми штампованными как из аппарата серокс вот это было такое подозрение не бывает такого что у всех пророков духовное видение но одинаковое есть уровне среди прочность теперь у этого учения должно быть какое-то основание в писании насчет тусклого стекла тоже есть и мы сейчас с вами отправимся в книгу чисел двенадцатую главу с первого стиха а знаете что ну хорошо давайте прочитаем о чем речь и упрекали мирями аром моисея за жену и феоплянку которую он взял ибо он взял за себя и феоплянку и сказали одному ли моисею говорил господь не говорил ли он и на и услышал сия господь моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле и сказал господь внезапно моисею и арону и мирями выйдите вы трое к скини собрания и вышли все трое и сошел господь в облачном столпе и стал у входа скини и позвал ароны и мирями и вышли они оба и сказал слушайте слова мои если бывает у вас пророк господин то я открываюсь ему в видении во сне говорю с ним но не так с рабом моим моисеем он верен во всем дому моем устами к устам говорю я с ним и явно они в гаданиях и образ господа он видит как же вы не убоялись упрекать раба моего моисея что мы видим в этом тексте во первых мы видим что бог ставит статус моисея как пророка выше всех остальных пророков да если есть пророк то бог открывается ему в гадании в видении сновидениях моисей нет моисей видит бога лицом к лицу вспомните павел коринфянам говорит вот тогда мы увидим лицом к лицу он не говорит здесь что христиане верующие могут вырасти до такого уровня как моисей в пророческом видении они не могут иметь такого пророческого уровня такого статуса пророчества моисея она на порядок выше всех остальных пророчеств и так для того чтобы сказать эту фразу бог чтобы поставить моисея на порядок что он сделал он во первых вызвал арона мирям и моисея он их вызвал скинию когда они пришли он взял мирям и арона чтобы они подошли к нему и потом он им стал рассказывать лекции об уровнях пророчества теперь зачем тут должен был моисей теперь знаете очевидно в этом есть логика в том что бог вызывает их поэтапно сначала вызывает троих затем двоих для того чтобы отчитать на красном ковре у начальника и логика здесь такая я расскажу классический комментарий дело было вот в чем и так однажды мирям беседовала с цепоры женой моисея где-то там у колодца и выяснилось что с тех пор как моисей был 40 дней на горе сина и вернулся он не ведет интимной жизни вместе с цепоры и мариан говорит что это не хорошо почему моисей ставит себя выше народа божьего и вот как же так арон скажи что же такое если он будет такой пример подавать всему народу израилю то что же будет в перспективе и началось вот такое возмущение что действительно моисей действительно мирями действительно арон они тоже слышали от бога да помните мирям пела песню после того как был потоплен фараон его армия в красном море мирям начала петь пророческую песню арон тоже общался с богом когда моисей шел опускался своей женой в египет моисей услышал арон услышал повеление от бога в египте чтобы он вышел на встречу к моисею арон тоже услышал голос бога то есть человек которому бог непосредственно обращается является пророком и так они оба пророки и бог вызывает вдруг вызывает их вдруг к себе в скинью он вызывает моисея он вызывает арона и он вызывает мирям моисей встал и сразу вошел в скинью а рон сказал секундочку и мы тут с женой кое-что делали мне надо подождать до вечера искупаться и потом я приду в скинью а мирям сказала но дело в том что у меня сейчас критические дни не надо отсчитать 7 дней тоже искупаться и тогда я приду и вот когда они все собрались все втроё через неделю бог им показал вот видите я вам дал приглашение всем одновременно моисей пришел ко мне сразу да тут написано что он верный во всем доме моем он быстро слушается и сразу сразу вошел арон да он пришел чуть чуть позже он таки пришел это же быстро мирям ну вот видите вот так же как вы быстро смогли послушать самому приказу вот так же есть разные уровни в пророчестве вот такая история и так бог здесь утвердил о том что есть разные пророчества и павел знает всю эту динамику и он применяет это для решения каких-то проблем о высоте и уровне пророчества и стоит знать и понимать эту логику для того чтобы лучше понимать новый завет и чтобы понимать на каком основании выносится то или иное решение какая логика большое вам спасибо изучать эту книгу часто и подробно всего вам доброго эти банды и и и и и